Ну, в общем, седьмая лекция. Поздравляю всех, кто дожил. Вас достаточно много. Это хорошо. У меня есть коллега, который рассказывает обычно слайды, офф-топ лирический, и на планерках квартальных. И он рассказывает, рассказывает обычно, и потом в конце говорит, это хорошо. Или потом, это не очень хорошо. И мы сразу все понимаем, было это хорошо или не очень хорошо, очень удобно. Женя, привет. Сегодня мы с вами поговорим про маркетинг, а перед этим отметьтесь на занятии, пожалуйста. Как всегда, прошу я вас об этом. Не забывайте, это неплохо. Помогает мне отслеживать ретеншн. Который, конечно, так себе у меня, если честно. Но в целом терпимо. В общем, на самом деле, маркетинг — это такая тема. Сенситив. В том плане, что очень многие люди и очень многие компании до сих пор относятся к нему, типа, ну, собственно, так, как написано на слайде. Marketing is a dirty word. Считается, что это слово ругательное, плохое, грязное. И маркетингом заниматься грешновато. Грешновато в том плане, что вроде бы, может быть, у вас ничего такого особого и нет, а вы чего-то там людям пытаетесь показать, доказать, и чтобы они решили, что у вас все круто, хотя, может быть, не так уж и круто. Считается, что все там вещи, которые указываются в рекламах или каких-то похожих штуках — это маркетинговые уловки. И вот все эти нехорошие люди контролируют ваши несчастные умы и заставляют вас покупать то, что вам на самом деле не нужно. Есть, конечно, такая версия. В принципе, возможно, частично в этой версии есть некая доля правды, потому что действительно людям-то хочется, чтобы вы купили. Собственно, для этого все маркетинговые компании и организовываются. Но на самом деле цель маркетинга — это не просто сделать так, чтобы вы этот продукт купили, а показать вам, что в этом продукте есть, почему он вам нужен, если вы попадаете в целевую аудиторию, конечно. Если нет, то вам просто показывать это не будут на самом деле. Почему он вам нужен, что в нем есть хорошего и что в нем есть отличного от других продуктов на рынке, похожих чаще всего. Но сначала мы поговорим про маркетинговую стратегию и какими вопросами надо задаваться. Нормально, глагол сойдет. Задаваться для того, чтобы организовать нормальную маркетинговую компанию в будущем или там N-количество нормальных маркетинговых компаний и в принципе маркетинговую стратегию. Собственно, все, как и в продакт-менеджменте традиционном. Правильные вопросы — это кто наши клиенты, кто наши конкуренты, почему, какими тенденциями рынка мы можем воспользоваться. Кто наши клиенты — это в принципе совпадение с продуктовым менеджментом в плане, кто наша целевая аудитория, кто наши конкуренты. Мы тоже задаемся этим вопросом, когда делаем продукт. И какими тенденциями рынка мы можем воспользоваться. Это вот такая, ну не чисто, а более маркетинговая штука, чем продуктовая. Не всегда, когда вы делаете продукты, у вас хватает еще фулл-тайм времени посмотреть по сторонам и понять, что ваши конкуренты там запридумывали в последнее время. Но вообще было бы неплохо этим тоже заниматься. Да, кстати, я забыла про продуктовые новости в перерыве. В начале второй части мы с вами про них поговорим. Тут все понятно. Ключевые элементы для того, чтобы разработать, собственно, стратегию, это ситуативный анализ, потребительский, конкурентный и стратегия, собственно, продвижения продукта. Ситуативный анализ несколькими методиками можно делать. Это методика PEST, которая поможет рассмотреть политические, экономические, социокультурные и технологические изменения на рынке. Это и есть аббревиатура от political, economical, social и technological. Ничего удивительного, на самом деле, все очень просто. Пять силпортера для углубленного изучения рынка. Свод-анализ, все тот же самый, с прошлого раза ничего не изменилось. Его используют везде. И в Рио поможет выявить организационные ресурсы. Но вам бы посмотреть на самом деле на PEST и, может быть, на пять силпортера, но скорее даже на PEST. PEST-анализ, он имеет под собой некоторые опасности, такие же, как в SWOT-анализ. То есть вы рискуете в PEST-анализе написать, что политические изменения на рынке, типа, русский интернет закроют, экономические изменения на рынке, типа, все обанкротятся, социокультурные, там, типа, люди стали более лучше одеваться. И, я не знаю, технологические изменения, типа, никому не нужна винда, все покупают макбуки. Ну, то есть я к чему? К тому, что вы рискуете опять попасть в королевство общих формулировок и загнаться на какой-то абстракции, и на ней все закончится. Так обычно дела не делаются. То есть вам нужно глубже как-то смотреть, детальнее копать, декомпозировать и продолжать в том же духе. Потребительский анализ состоит в следующих моментах. Какие сегменты существуют на рынке, насколько велик каждый сегмент, растет или падает, насколько он прибыльный. Например, давайте мы с вами потом будем говорить про разные позиционирования брендов и смотреть на разные маркетинговые компании, и в конце будем придумывать сами маркетинговую компанию сегодня. Вот, даже три. Но, тем не менее, какие сегменты существуют на данный момент? Если мы, например, говорим с вами о рынке таких штук, как детское питание, например, это там Агуша, Мыстле, Прикорм, Тёма, да-да-да, вот все эти вещи, мы можем посмотреть, какие сегменты на данный момент существуют. То есть есть там эконом, есть премиум, есть они побольше, поменьше, и растут они или падают. Сегмент можно также делить на возраста детей, возраста, да, от нуля до четырех, там, от нуля до года, там, я не знаю, внутриутробный какой-то период, когда мама, собственно, этим занимается, как-то через себя пытается все это дело пропустить. Растет этот сегмент или падает, что происходит, но тут нам в плане детского рынка и детского направления помогает просто обычная демографическая ситуация в стране, ну, в смысле помогает, в смысле статистика по ней поможет нам понять, что там вообще происходит. И насколько он прибыльный. Можно посмотреть, сколько всего этого обычно продается, сколько покупается, сколько в день, сколько в месяц, сколько в год. Заранее хочу вам сказать, что сегмент вот этой всей детской штуки очень прибыльный, прям там все хорошо. Почему? Есть догадки? На детях не экономят. Да, на детях, абсолютно верно. Уж на чем, на чем, но вот на детях не экономят. Последнюю там рубашку, футболку отдам, но куплю ему там Агушу, премиум, делюкс, вот это вот все. И чтобы у него все было хорошо. Все абсолютно верно, да, так и есть. Мы, собственно, проводим с вами анализ, узнаем, какие сегменты есть, и потом смотрим, на какие сегменты мы целимся, как мы хотим, чтобы нас воспринимали, и как мы бренд будем продвигать. Если мы смотрим на сегмент той же детской истории, сегмент, который занимает достаточно большой процент рынка, и это дети возрастом от нуля до четырех лет, мы думаем, что хотим, чтобы нас воспринимали как нечто супер заботливое, супер приятное, и то, что супер будет помогать родителям. А, и безусловно, конечно, так как это детская тема, вся эта штука должна быть еще и супер безопасной. Иначе, как бы, ну вы сами понимаете, безопасность там превыше всего, особенно в такой sensitive истории, чувствительной истории, как детская. И как мы свой бренд будем продвигать. Есть масса вообще вещей, масса каналов, как все это можно делать, мы чуть-чуть попозже про каналы с вами поговорим, но тут надо смотреть на нашу целевую аудиторию. Если наша целевая аудитория, кто, кстати, наша целевая аудитория для истории с детьми от нуля до четырех? Мамы. Мамы. Мамы, хорошо. А какие мамы? Которые не хотят быть устроен. Ладно. Дети до трех. Вы серьезно будете рекламу Агуши показывать ребенку до трех? С надеждой, что он что-то купит у вас. Мам, мне нужны кабачки с пюре. Да, это самое. Я понимаю. Для мамы. Да, я понимаю, ладно. На самом деле нет, вы... Я понимаю, о чем вы говорите, но это достаточно частый кейс, когда люди пытаются целевую аудиторию как-то упоминать. Некоторые пишут, дети до трех лет. Ладно. И что мы хотим от детей до трех лет? Странного мы хотим от детей до трех лет, если мы такие вещи пишем, в принципе. Мамы, которые не хотят готовить, какие еще мамы? Путешествующие мамы. Ладно, работающие. Бабушки сюда входят. Бабушки сюда входят. Еще кто? Путешествующие мамы. Это я услышала, да. Путешествующие. Путешествующие мамы. Смотрите, на самом деле, да, но большая часть мам, у которых дети от нуля до четырех, вот половина этого сегмента, это женщины, которые еще находятся в декрете. Ну, многие. По крайней мере, первый год, первые полтора года женщины находятся в декрете. То есть они большую часть времени проводят все-таки дома. Ну, там, в зависимости от каких-то, я не знаю, эмоциональных и психологических особенностей, но по большей части все-таки дома. Собственно, я к чему? Женщина, которая проводит время, допустим, ну, мы сейчас про сегмент, который до полутора, проводит время дома. Чем она занимается? Сидит в соцсетях. Вот, правильно. Сидит в соцсетях. А еще что делает? За ребенком. Да, я думала, ребенка. Не-не-не. Это правильно? Это правильно. Конечно, она смотрит за ребенком, но вот ребенок заснул на полчаса. Может быть, телевизор на заднем фоне. Да-да-да, все верно. Все верно. А чего у нее обычно на заднем фоне? Кстати, чего у нее обычно на телевизоре? Реклама. Мультики. Кто сказал мультики? Вы правы. Мультики. Это абсолютно верно. Мультики на заднем фоне всегда. Отлично. Ну, или это не телевизор, это, может быть, там, не знаю, YouTube-канал какой-нибудь с мультиками, что-нибудь там на планшете, какие-нибудь такие истории. Окей, хорошо. Значит, мы подумали про соцсети. Это, кстати, очень… Вы зря недооцениваете соцсети. Понятно, что мама занимается ребенком, безусловно, иначе бы она не сидела, наверное, там… Хотя я не знаю. Я думаю, что ясно, что она занимается домом ребенком, раз она дома сидит. Наверное. Нет детей, мне сложновато. Но, тем не менее, комьюнити мам, особенно детей в этом возрасте, оно очень-очень сильное. Очень-очень сильное. Все вот эти истории про общение, там, «А мой сегодня сказал, там, первое слово, а мой что-то промямлил, и мне показалось, что это первое слово». Потом вот эти бесконечные миллионы фотографий в семейных чатах, там, он повернулся на правый бок, он повернулся на левый бок, там, он улыбнулся, особенно у «Первая улыбка» — это, типа, миллион фотографий сразу везде. Facebook, Instagram, Contos, заводится профиль на одноклассниках, чтобы поделиться этой первой улыбкой. Все семейные чаты взрываются просто в один момент, когда это происходит, и прочие вещи. В общем, действительно, достаточно много, на самом деле, времени таких мам уходит и на какую-то активность в соцсетях, хотя бы просто на скроллинг, если это Instagram. Но обязательно на фоне, чаще всего на фоне действительно мультики и прочие вещи. Так вот, как мы будем продвигать свое… Допустим, у нас там, не знаю, тоже какое-нибудь супер детское питание, классное… А, у нас органическое детское питание из брокколи, которые собраны, я не знаю, в Воронежской области, там, рядом с Мироторговскими этими полями, знаете, прям, там, свежая клубника только что, есть захотелось прям вот… Вообще, все очень хорошо, есть правда захотелось. В общем, у нас все классное, органическое, и мы такие, что все безопасно, там, только что, там, вот эти истории про из-под коровы и прочие вещи. Что мы, собственно, будем-то делать? Вот у нас есть это питание, да? Ну, в первую очередь, мы выберем, как понять, что это точно мама. Можно запрос смотреть, что смотрят мультики. Мультики мы можем, например, в YouTube, рекламу включать там. Можно рассмотреть какую-нибудь нативную рекламу. А, возможно, если это родители, у которых нет собственного автомобиля, они пользуются таксием, например, у Яндекс.Такси, у них на детских креслах реклама «Алуша» и «Тёма». Да-да-да-да-да. Вот. Еще вариант, типа, где в роддомах, вы дали какие-то подарочные наборчики, можно туда положить. Вот это вообще жестоко, но идея хорошая. Жестоко, но хорошо, так. Вот. Потом эти мамашки ходят к педиатрам, и у педиатров могут быть всякие, там, не знаю, как приходишь к врачам, типа, календарики, и там написано какой-то бренд. Ага. Или, ну, типа, тоже, чтобы педиатры как-то... Ну, Лена лишила вас, в принципе, возможности высказаться, но, может, у кого-то еще есть идеи. Да. Женщины после того, как рожают, они поправляются, и очень популярно в связи с этим стали профили девушек, которые родили, там, не одного ребенка, и при этом красивые, поддерживают, там, свою фигуру, они готовят правильную еду, и отсюда как раз родились все эти диеты. Ешь, там, баночку огуши за прием пищи, и вот у тебя все отлично восстанавливается на свои места. Вот, и это достаточно большая аудитория, у них достаточно много стоит реклама, ну, то есть сравнимо с YouTube, на самом деле, но через них очень действенно все продвигается. Вот, это, на самом деле, очень хорошая мысль. У вас все правильно, как бы... Да, я просто забыла, да. Да, вот вся эта история с блогерами и вот такими, ну, живыми продвижениями, в смысле, через живых людей, это, конечно, очень крутая штука, потому что вот лидеры мнений, они действительно имеют большое значение. То есть я, если честно, я как бы не очень разбираюсь в блогерах, я никого не хочу видеть, вот, но я как-то из этой темы выпала. Но я когда смотрю количество подписок, количество просмотров, и, типа, когда спрашиваю там кого-то из своих знакомых не зайти, у меня таких немного, но есть, типа, а, собственно, кто это? Мне говорят, ты что, не знаешь? Я говорю, ладно, я понимаю, что я чего-то в этой жизни упускаю. Все верно, отлично. В общем, мы будем продвигаться через прероллы на YouTube, все правильно, через профили опинин-лидеров в Инстаграме и прочих соцсетках, если у нас есть. Такие люди, они, скорее всего, есть. Так, а что еще можно делать? Банальную рекламу, телевизорку, так, вообще. Рекламу, еще чего можно делать? Все правильно, это да. Для активности через кого-то, фестиваль, допустим, интроэнгенский, утренний, гимнастика для мам, парки Горького. Неплохо, вы разбираетесь. Так, ладно, хорошо. А еще как? А вот у кого-то до Легуши была такая акция, когда они запускали людей с экскурсией на свои заводы, чтобы показать, как у них там все круто, и потом это снимали, тоже на YouTube выкладывали, тоже эту рекламу добавляли. Вот, да, про это вы, ну, мало кто сказал, но это, да, это хорошая история. Это такая недалеко от контент-маркетинга отошедшая вещь, которая на самом деле имеет достаточно большое значение, когда мы рассказываем, что мы настолько открыты, и у нас настолько все хорошо, и идем по этому полюшку с этими брокколи, и такие, я понятия не имею, как они растут, мне очень стыдно. Я вообще не уверена, что они в полях. Вот, но тем не менее, в общем, там рожка лосица, там клубника где-то рядом растет, в общем, все прекрасно, все замечательно. В общем, это действительно хорошая тема, молодцы, прям молодцы. Конкурентный анализ. Это следующий, ну, этап не этап, одна из частей, но она очень важная. Кто наши главные конкуренты, какие рыночные позиции занимают, что предлагают из того, чего не предлагаете вы, сильные и слабые стороны, уникальное ценовое предложение, какие будущие шаги можно предвидеть, какие конкурентные шаги мы намерены предпринять. Ну, понятно, если мы там занимаемся детским питанием, то наши главные конкуренты, это как бы Местле с Темой, по-моему, да, и Агуша с Агушей. Вот, и как бы, в принципе, у нас нет шансов. Ну, мы, конечно, можем попробовать. Что они предлагают из того, что не предлагаете вы? Это хороший пункт. Ну, есть такое понятие, как отстройка от конкурентов в маркетинге. То есть мы должны понимать, что есть от конкурентов и чем мы можем выделяться на их фоне, чтобы нас выбирали, покупали, обращались к нашему бренду, а не к их, и прочие всякие такие вещи. Но тут надо задаваться тем самым вопросом, почему они это предлагают, реально, почему они это предлагают, и почему нам это предлагать не стоит. Или, может, нам наоборот стоит предлагать именно это. Какие будущие шаги мы можем предусмотреть? Это тоже связано с этим вопросом. Тут надо быть очень внимательным, чтобы случайно не получилось так, что мы подумали, что они, там, не знаю, захотят выпустить линейку еще, там, детских каких-нибудь пеленок какого-нибудь цвета, чтобы, типа, занять еще одну нишу на рынке. Мы такие, ну, они выпустят пеленки, а мы тогда, мы тогда выпустим подгузники. И всех победим сразу, потому что подгузники удобнее, чем пеленки, бла-бла-бла. Ну, в принципе, это логичный шаг для детской всякой штуки. Логичный шаг. Нишу новую займем? Займем. Будет ли этим заниматься Гуша? Да зачем ей это надо на самом деле? Потому что у них все хорошо с питанием. Поэтому тут нужно постоянно задавать себе вопрос, почему они этого не делают, почему они остаются вот в той парадигме, в которой они существуют. Слово парадигма в маркетинге часто меняется на слово территория. И мы часто слышим маркетинговую территорию. Типа вот как раз вот эти, ну, мамы детей от нуля до четырех лет, туда же дети, туда же все, что с этим связано, это одна территория. Там сегменты территории, они плюс-минус пересекаются. Территория, она чуть-чуть пошире. Она включает в себя еще иногда и некоторую географию. То есть есть у нас мамы, которые живут в столице, которые могут пойти на гимнастику в парк Горького, да? А есть мамы, которые не могут пойти в парк Горького. Им бы, как бы, дай боже, выйти с коляской, чтобы не было рядом какой-нибудь стройки, алкоголика какого-нибудь, который где-то рядом еще с прошлого вечера ходит. И прочие такие вещи. Уникальное ценовое предложение. Мы с вами уже много говорили про юнит-экономику. И, в принципе, сейчас достаточно неплохо понимаем, попробовав руками, что там с деньгами на самом деле происходит, почему что-то стоит столько, а не столько. Поэтому тут тоже надо отдавать себе отчет и оставаться в рамках реальности и не думать, что сейчас мы, короче, на 50% дешевле выйдем и точно все будут вот этим прям пользоваться. Потому что у нас будет дешевле и так же хорошо. Дай бог, чтобы так же хорошо. Потому что, скорее всего, если вы выходите на 50% дешевле, так же хорошо у вас не получится вообще ни разу. Потому что вам, скорее всего, придется поступиться качеством. А поступиться качеством, особенно если мы говорим о детской линейке, это очень тяжелое решение, решение плохое. И, в общем, делать этого нельзя. То есть вам нужно будет выходить на рынок за счет каких-то других ваших преимуществ, кроме как ценового. Но, опять же, если вы загнете в полтора раза цену больше, то, скорее всего, вас никто покупать не будет. Скорее всего. Но. Но, может быть, и будут. Может быть, и будут, если у вас будет что-то такое, что отличает вас от других. В этот момент мне очень хочется вспомнить всю историю со вкусвелом и то, что в итоге получилось. Когда вкусвел запускался, никто не думал, что вообще произойдет вот это. То, что произошло. То есть вкусвел сейчас занимает очень большую, ну, не очень большую, но достаточно большую часть рынка. Они очень популярны. У них постоянный пользовательский поток. У них все в этом плане нормально. Недавно вышла книжка про вкусвел. Я не помню, как она называется, но там «Чудо на рынке» или что-то такое. Вообще, можно почитать. Это вообще достаточно странная история, потому что весь этот рынок около хипстерской такой органики, он, ну, достаточно небольшой, достаточно сложный и очень, ну, нишевый. Реально. То есть, там, покупать клубнику за 700 рублей, как бы, извините, не каждый может себе позволить. Это абсолютно нормально, что не каждый может себе позволить, потому что, ну, и нафиг она нужна такая за 700 рублей. Непонятно. Но, тем не менее, а вкусвел как-то, как-то у них очень хорошо получилось, что у них не просто там клубника за 700 рублей, ну, не за 700, конечно, у них подешевле все эти вещи, но, тем не менее, они не просто влились вот к хипстерам, которые любят вот это все здоровое питание, но туда ходят бабульки за ряженкой, за творогом, болтают с кассиршами, там, что-то у них обсуждают, что-то там, вот я вчера взяла такой-то творог, а сегодня такой-то, там, творог, как хотите, на любую аудиторию видите, у меня все есть, и прочие вещи. Это, это реально просто странный кейс, потому что обычно такого не бывает. Ну, мы заходим в азбуку вкуса, и мы там бабулек не видим обычно. Ну, то есть, как-то там не срослось. Хотя, ну, понятно, там немножко другой таргетинг, другая аудитория. А в «Вкусвеле» мы увидим и человека с пакетом азбуки вкуса, и человека с пакетом пятерочки, и хипстера, который там на самокате только что заехал, чтобы, я не знаю, купить себе смузи и какой-нибудь там ролл с горбушей, условно. И как у них это вышло вообще космос? Ну, то есть, это очень круто. Они прям взяли и заняли очень большой сегмент. Прям вот очень круто. Плюс ко всему, у них программа лояльности и коммуникации с пользователем такая, которая, ну, обычно, в обычной какой-то продуктовой, особенно, сети нет. То есть, такие программы лояльности есть у брендовых магазинов одежды. Типа там, текущих женских 12 stories, ушатава и всяких прочих, которые пишут вам письма, спрашивают ваше мнение, там запоминают, что вы купили в прошлый раз. И когда вы приходите к ним в магазин, они, ах, это вы, конечно же, конечно, и прочие вещи. А тут вы приходите на кассу с телефоном, там, ой, это вы, там, вы сканируете QR-код, вам говорят, там, Дина, здравствуйте, ваш любимый продукт такой-то, такой-то, он там на полочке лежит, а вы случайно не забыли? Я понимаю, что это как бы мне надо, мне говорят, пойду потратить еще 150 рублей, но я думаю, блин, а я ведь правда забыла? Как же я теперь без этого творога жить-то буду? И иду, беру этот творог, потом выхожу и думаю, хм, я не планировала ставлять здесь полторы тысячи, но окей, как-то получилось. Но я выхожу ни разу не грустная из-за того, что у меня там осталось энное количество денег во вкус вели. Я обычно выхожу абсолютно довольная, счастливая тем, что вышло. Поэтому, в смысле, не тем, что я вышла, а тем, что вышло. Там окончание было буквой О, но получилось забавно, да. В общем, классный очень кейс, посмотрите книжку, а еще можно посмотреть прошлую презентацию, нет, презентацию прошлого года Яка, Ятанада конференс, Яндексовый, там был представитель вкусвела, и он, собственно, рассказывал про какие-то там вещи, которые с ними произошли, и он стоял на сцене и говорил, я вообще не понимаю, как так получилось, я вообще не понимаю. И там было очень забавно, что, и сейчас вот как еще работает маркетинг, хотя, скорее всего, это, ну, там вряд ли можно было сделать какую-то подсадную аудиторию, да и вкусвелу не надо, у них и так все хорошо. Когда люди брали микрофон и общались с ним, говорили, спасибо вам за, и там часто были сырники, там, что-то еще, что-то еще. С сырниками, я абсолютно согласна, у вас богические сырники, может, мне пришлют на тест-драйв, я смогу стать футблогером, вот, вряд ли, конечно, но я же могу надеяться. И постоянно говорили, что, типа, мне нравятся ваши сырники, мне нравится там что-то такое, что-то еще, и кто-то заговорил про рулет, про бисквитный рулет, и потом это подтвердило еще три человека. И что вы думаете, было со мной, когда я пошла домой? Я, конечно, купила этот бисквитный рулет, потому что это же наяки про него рассказывала каких-то там три топовых чувака. Хочу сказать, что рулет действительно такой, о котором стоило говорить на ЕЦИНАТО конференц. Он очень вкусный, он очень хороший, но суть в том, что вот, видите, как это работает? Классная поставленная концепция, позиционирование, плюс элемент виральности, даже внутри там, какой-то айтишной, узконаправленной конференции вышло в итоге круто. То есть, тут нужно прям смотреть. Ребята, это в итоге что сделали? Они посмотрели на то, что есть на рынке, посмотрели, что есть азбука, что есть перекресток, ну, средний такой сегмент, что есть магнит, который там, ну, типа, сегмент пониже, но, ну, в смысле, в плане цены. Но, тем не менее, ну, очень достаточно большой. И они подумали, что нет такого, что соединяло бы, в принципе, более-менее нормальную цену и было бы суперздоровым, потому что тренд сейчас на здоровье все еще продолжается. И они взяли и слепили из этого. Ну, то есть, ничего странного не произошло, ничего феноменального, кажется, не случилось. Они просто взяли два компонента, соединили их вместе, а получилась бомба, которой все и пользуются, и все люди достаточно счастливы, которые во Вкусвилле покупают. Да, я покупаю. Мне очень нравится. Я прям люблю Вкусвилл. И это не маркетинг, мне никто не доплачивает за это, если что. Вот. Дальше. Про стратегию подвижения. Каковы наши маркетинговые цели на ближайшие 6 месяцев, год, 5 лет? Ну, это вот вся эта история про 666, которую мы говорили в рамках лекции про Roadmap. Здесь примерно то же самое, типа, ну, тут 6 месяцев в год, 6,12 и 5, но можно на 666 так же делить и смотреть. Какие показатели будем использовать для оценки и отслеживания успеха? Какую ценовую стратегию будем использовать? Как будем продвигать? Как будем распространять и продавать? Какую... Какие показатели мы будем использовать? Вот вам в домашней работе нужно будет посмотреть, как ваша маркетинговая компания повлияет на юнит-экономику. Обычно, конечно же, смотрятся такие же штуки, то есть, как это повлияло на gross profit, как выросло количество пользователей, в принципе, какое количество товаров стало продаваться, там, какой именно товар стал лучше продаваться, ну, и всякие прочие вещи. Как мы будем распространять свой продукт и продавать его? Дистрибуция — это очень важный момент, часто недооцененный. Тут можно... Сейчас рассмотрим два варианта, и пример вкусвела, и пример какого-нибудь мобильного приложения. Часто мобильные приложения дистрибутируются только через Play Market и App Store, и, в принципе, типа на этом все заканчивается. Вот, как-то так. Есть такая дистрибуция, и все. Но есть... В этом плане, конечно, хорошо Google и хорошо Apple, что они свои нативные приложения встраивают прямо в свои телефоны. И они... Ты получаешь телефон, и прямо там уже есть все, что тебе якобы надо, ну, или не якобы, а надо. И, собственно, это приложение есть по умолчанию, удаляет тебе его как-то уже лениво, и раз оно здесь есть, значит, оно зачем-то нужно, как у Маяковского со звездами. Вот. И все, в принципе, понятно. То есть, это еще один канал дистрибуции, вот эти все прединсталы, это хорошая тема, они дают достаточно большой поток, но, тем не менее, если продукт плохой, то, конечно, прединсталы, ну, никого еще не спасали. Дистрибутироваться можно за счет разных интеграций, например, ты там скачиваешь это, получаешь еще это, или ты там в... Если это портальное приложение, например, как у Яндекса есть портальное приложение, то внутри портального приложения дистрибутируется Алиса, например. Ее можно посмотреть внутри Яндекса, внутри самого приложения, но, тем не менее, у нее нет пока что, не знаю или нет, просто стендалона. Это вроде более-менее понятно. По поводу вкусвела и дистрибуции их, у них, конечно, прекрасный пример, что на каждой практически станции метро, рядом со станцией метро, есть вкусвел. Вот стабильно практически на каждой. Я жила на нескольких разных станциях метро, и везде был вкусвел. Я не то чтобы подбирала, оно само так вышло, но действительно он есть, и действительно есть вот в направлении, типа, ну, не знаю, там 5 минут или там 3 минуты до метро, ты обязательно встречаешь вкусвел, думаешь, о, зайти и купить, там, перекусить на работу, или о, я иду домой, а вкусвел работает до 23-45. Я обычно успеваю на последние 5 минут работы, меня это жутко радует, рядом магазины уже все закрываются, и я с радостью забегаю, покупаю свой творог и бегу домой счастливая. Тут очень умно построено, что реально рядом со всякими большими важными точками для человеческих перемещений есть, собственно, все эти магазины. Можно зайти, купить и быстренько побежать. Рядом с метро, причем, заметьте, они не всегда большие по размеру, то есть они достаточно маленькие, вкусвелы у метро, вот, там нужно зайти, купить и выйти, а вкусвелы какие-нибудь посередине, вот, например, у нас в Ленинградке, вот, он большой, там метро еще в 10 минутах примерно ходьбы, но поток достаточно неплохой потребительский, потому что это все-таки, ну, такое большое шоссе напротив, две башни из кучи офисов, рядом там азбука, еще какие-то магазины, и туда прям строятся отличные идеи. Там вкусвел побольше, там можно провести больше времени, там ассортимент немножко побольше, то есть там, в принципе, потратиться как-то можно тоже больше. Такая вот дистрибуция, хорошая идея, причем посмотрите на ту же модель дистрибуции с азбукой вкуса, то есть, как бы, тут не каждые 5 минут азбука вкуса вообще встречается, то есть она есть реально в каких-то больших местах, ну, в смысле, в каких-то центральных или на каких-то больших станциях метро. Например, вот азбука вкуса есть на Ленинградке, азбука вкуса есть на водном стадионе, там, а, есть еще у них сейчас сеть АБДейли, которой раньше не было, но вот большие азбуки, тем не менее, разбросаны на достаточно большом промежутке расстояний. Почему есть на Ленинградке, в принципе, тоже понятно, потому что там два офиска, две башни с офисами, с кучей офисов, там и Мэйл, там и большое количество банков, там и ЦСКА и прочие вещи. Почему есть, например, на водном стадионе, это тоже там Ленинградская, у нас проспект, там шоссе, потому что там напротив стоит офис лаборатории Касперского, Тинькофф банка, БМВ и еще некоторых ребят. Плюс там еще через дорогу Дабл Три Хилтон стоит, в котором проводятся постоянно всякие конференции и какой-то очень пафосный ЖК, который ты выбегаешь чисто смузи купить в Азбуке Вкуса и в принципе у тебя все хорошо. Так что модель дистрибуции она вот примерно вот такая. Это в принципе про маркетинговую компанию, маркетинговое позиционирование, это основные вопросы, просто еще раз, которыми нужно задаваться, когда вы врубаетесь во всю эту маркетинговую историю. Кто, какой, для кого, какая потребность, против кого, в чем отличие и какая основная выгода. Ничего удивительного и странного в этих вопросах нет, тем более эти вопросы мы уже встречали в лекции второй, третий, первый, в одной из, вот, уже седьмая, простите вы мне память рыбки, но в общем мы их уже видели. не забывайте, задавайте всеми почаще, потому что часто мы теряем фокус, а потерять фокус может стоить больших на самом деле денег и усилий в результате. Сейчас мы поговорим про историю достаточно важную, которую очень многие игнорируют в маркетинге до сих пор, это стори-теллинг. Вы собственно видите, что хорошие истории подталкивают людей к тому, чтобы меняться. Истории требуют эмоционального вложения, истории удерживают наш интерес, истории добавляют энергии в маркетинговые сообщения, маркетинговые месседжи, простите за опять вот этот сленг непонятный, и истории заставляют нас предпринять какое-то действие. Многие бренды вообще рассказывают истории про свои компании, про свои продукты. Есть пример, который врезался в мою память, и может быть даже в вашу, про Фейри и их историю с Виларибой и Вилабаджи. Это стори-теллинг, который растянулся на несколько лет, и на несколько, ну, это можно, наверное, считать одной большой рекламной компанией, но, тем не менее, это было несколько точно роликов, в которых рассказывалась какая-то история. В первой истории мы с вами знакомились с людьми, которые живут в двух этих разных деревнях, в которой в одной пользуются фейри, во второй фейри не пользуются. Соответственно, в одной все хорошо, в другой не очень хорошо. Во второй истории мы знакомились, мы приходили, условно говоря, к ним в гости, там в одной деревне был праздник, а в другой деревне там был праздник, но кончился он сильно рано утром, а не потому, что у них была тусовка, а потому, что они все мыли посуду. В третьей истории было еще что-то похожее, я не помню, но третья тоже компания точно была. И мы каждый раз знакомились с какой-то, попадали в какую-то новую часть, в какой-то новый отрывок и понимали, насколько все это важно и насколько все это связано между собой. То есть, в принципе, у людей из Вилариба, по-моему, всегда праздник, а у людей из Вилабаджа как-то не привозят в магазины фейри, и у них поэтому все не очень хорошо. И нам все-таки очень хочется жить где-то в районе Вилариба, где-то рядом с ними. Может быть, я перепутала их местами, но тем не менее смысл вы поняли. Рассказывать истории это очень и очень на самом деле хорошо. Кто еще помнит какие-нибудь такие брендовые истории? А ты налей это иди, там постоянно собачки там было. Да, 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 моя семья. Две палочки Твикс еще. Вот, вот вообще две палочки Твикс, вот налей это иди и две палочки Твикс отличные на самом деле истории, потому что в налей это иди мы же на самом деле каждый раз видели вот эту же семью, по-моему, ну, по крайней мере в первых компаниях точно, сейчас поменялось у них это позиционирование, но тем не менее, ну, не позиционирование, герои поменялись. Раньше была точно семья, там то папа пил, то мама пила, сок. Сок. Вот, все, в общем, пили в этой семье сок, все у них было хорошо и была это вот привлекающее внимание девочка, которая говорила свою корону ты налей и отойди и мы как-то постоянно, когда возвращались к рекламе этого сока, ждали в конце, что придет эта девочка и скажет а ты налей и отойди и теперь ведь это распространилось на очень большую вообще массу людей и на разные области жизни и когда иногда ко мне подходят разработчики и говорят что дай мне побольше задач я говорю слишком много ты же лопнешь и мне говорят ты дай и отойди и все и я думаю да блин да что ж такое рекламировали сок а теперь у меня жира обмазанная вот этим всем с палочками твикс действительно очень хорошая история идея раньше этой компании не было и как-то вспомните твикс очень давно существует с момента там сникерса марса ну в смысле самих конфет они же все вместе вышли но тем не менее раньше как-то про твикс никто особо не вспоминал а сейчас мы смотрим на твикс в магазине и вспоминаем что на одной фабрике карамельную наливают вот так а на другой вот так как бы на одной есть клейкая лента а на другой клейкой ленты нет и как бы чисто психологически мы думаем что хм а неплохо бы наверное как бы да узнать что там вообще есть ли разница между этими двумя палочками самому посмотреть да еще очень круто еще идея как они в твиттере свои аккаунты то есть твикс решили сделать типа крестики нолики и в итоге твикс палочку откушил сказать чтобы они удержались вот это же это же вот безумно классная штука вот с этим стори-теллингом то есть когда люди вовлечены в какую-то постоянную желательно конечно консистентную историю когда вы им рассказываете когда они ждут следующей части следующего отрывка это как читать хорошую книгу или смотреть хороший сериал вот который прям захватывает как игра престолов почему кстати про игру престолов я хотела по-моему я не вставила в презентацию но на самом деле у них же дико сильный маркетинг если вы видели то хорошо если не видели то я расскажу собственно несколько маркетинговых компаний было они были все разные там разного масштаба но одна из компаний которая выходила там за рамки диджитала сильно и как с которой через которую все люди могли познакомиться с игрой престолов это была компания когда они на домах сбоку делали огромный билборд с тенью дракона вот и было написано что там типа game of thrones такого-то апреля последний сезон или в по-моему нью-йорк таймс или с какой-то из крупных газет на развороте когда вы открываете там тоже была напечатана вот такая вот огромная тень дракона и просто когда ты постоянно видишь вот эту тень дракона когда ты постоянно видишь упоминание про игру престолов тебе уже очень сложно не ждать потому что ты начинаешь ждать даже если раньше не ждал как минимум хотя бы для того чтобы все это поскорее закончилось но тем не менее это так работает на самом деле они большие молодцы и у них в этом плане ну там ясно конечно что у HBO в принципе с маркетингом нет проблем но тем не менее они еще воспользовались своим маркетингом с хорошей стороны по-моему два года назад или год наверное два года назад они участвовали в акции Red Nose я не знаю слышали вы такое или нет это благотворительная акция для детей ну вы поняли в общем суть была в том что они сняли вместе с Coldplay ролик о том как Coldplay якобы пишет мюзикл по игре престолов вот длится это дело 14 минут выглядит абсолютно прекрасно там взяты там последние какие-то песни там собственно аранжирует Coldplay поют персонажи и они приходят туда типа я думал что это отвратительная идея не хотел принимать в этом участие а потом в конце все такие да-да-да это отлично и они очень классно вырулили потому что вы в течение ролика уже начинаете ждать что типа вот-вот этот мюзикл выйдет и вы его тоже посмотрите вырулили они очень круто сказали что мы показали Джорджу Мартину а он сказал типа нет я такой не пропущу что это вообще за фигню даже никто не умер вот и собственно типа бэнд плакаты перечеркнуты релиза не было и прочие вещи вы перестаете ждать но приятное ощущение от того что вы посмотрели и как-то заенгейджились оно у вас осталось и вы опять прониклись в эту историю к персонажам к актерам уже немножко с другой стороны за просмотры этого собственно ютуб отправлял там те деньги которые как-то я не помню там была кнопка для донейшена было что-то еще в общем все это было снято для того чтобы отдать средства на благотворительность хорошая история в общем сторителлинг классная штука сторителлинг можно использовать не только в плане там продуктовом и рассказе о фичах можно рассказывать также о компании интерком у интеркома целая серия статей на тему сторителлинга и сторителлинга не просто продуктового а сторителлинга относительно компании Они рассказывают про Интерком, что однажды собралось два человека, и они подумали о том, чтобы сделать такого, чтобы людям было хорошо. А так как они разбирались в цифровых технологиях и общении, они решили что-то сделать на стыке этого. Так они решили сделать чат-ботов для корпоративного общения, и в итоге появился Интерком. Ну и так можно на самом деле рассказывать про любую фирму, можно рассказывать даже про фичи. И это, в принципе, достаточно простой способ достучаться до человека, когда у вас есть понятное объяснение того, что происходит, когда правила игры ясны, ну, все тогда у вас хорошо, тогда все понятно, что вы хотите и с чем вы к людям идете. Game — это фреймворк для более лучшего, простите, месседжа и для улучшенной коммуникации вообще с пользователями. Вам, скорее всего, ничего не видно, я вас, в принципе, понимаю, мне тоже, но и ничего. Собственно, тут все делится на четыре части. Goal, audience, message и expression. Goal — это, собственно, смарт-цель, которую мы ставим. Потом по достижении или не достижении ее будем мерить то, как мы хорошо справились со всей этой компанией и со всем нашим месседжем. Audience — это то, какой сегмент аудитории мы выбираем, и почему мы считаем, что сейчас нужно к этой аудитории именно так обращаться, где эта аудитория находится и что находится у нас на пути к тому, чтобы к этой аудитории обратиться. Месседж — это, собственно, то, что мы этой аудитории говорим и в каком виде говорим. То есть это реклама, это, там, не знаю, email-рассылка, это посты в Инстаграме от инфлюенсеров и опиньен-лидеров. Я надеюсь, вы свыклись с терминологией и поняли, что вам уже никуда без этого дела не пройти. А expression — собственно, то, куда мы засовываем, упаковываем наши storyline через storytelling и приносим наши ключевые сообщения к пользователям, чтобы они были ценные, чтобы они помогали пользователям определиться в пользу нашего продукта, чтобы они вызывали эмоциональную привязанность желательно. Ничего плохого в словосочетании «вызывать эмоциональную привязанность» нет. Возможно, это звучит, как на первом слайде, типа «marketing is a dirty word», но вообще, если людям что-то нравится или даже не нравится, они испытывают к этому эмоциональную привязанность. Вообще, когда что-то любим, мы это «ха», любим, сюрприз. Или когда мы что-то не любим, мы, собственно, тоже, когда, ну, не знаю, там, кто-то любит манную кашу и думает «ммм, манная каша, как же это прекрасно», и вспоминают ее с удовольствием. Таких людей мало. Большая часть вспоминает манную кашу, комочки, и вот людей начинает трясти. Это я к эмоциональной привязанности, собственно, что нормально ее иметь и вызывать эмоциональную привязанность, даже если вы бренд или какой-то продукт, это тоже абсолютно нормально. Нормально, если вас любят, нормально, если вас не любят. Тоже ничего страшного в этом нет. Но лучше бы, конечно, чтобы ваша целевая аудитория вас любила. Вот, иначе как-то может странновато получиться. Сейчас про позиционирование чуть-чуть поговорим, потом отдохнем, а потом еще поговорим. Ну, я поговорю, а потом вы поговорите. Классно я придумала. Это вообще очень такая сложная история, достаточно сложная. Казалось бы, что вообще может быть проще? Рассказать людям, что ты можешь дать, и чего у тебя есть, и чего им от тебя ждать. Но на самом деле, как только ты начинаешь заморачиваться этой историей, ты сразу понимаешь, что ты людям что хочешь дать? Пользу, добро и какие-то, я не знаю, тепло, любовь, хорошее настроение. И ты же понимаешь, что никого этим не завлечь. Ну, вот что, я там со своим продуктом дам вам заботу, дам вам высокое качество, дам вам нормальные цены. Ладно, и чего мне теперь с этим делать, с вашим заботой, качеством и нормальными ценами? Что конкретно-то вы мне хотите дать? В общем, часто попадает и происходит так, что никакой конкретики нет, и бренды, ну, небольшие бренды, у больших брендов с этим обычно все нормально. Небольшие там какие-то бренды, не слишком успешные в маркетинговом плане, они позиционируют себя, типа, вот нормальная цена, нормальное качество, все у нас нормально, про них никто не помнит, забывает на следующий же день. Ничего страшного не происходит для людей, а бренды, в принципе, умирают. Нормальная тоже история. Вот с фейсбуком пример, ближе ко мне official mission statement, дальше от меня unofficial brand positioning. Миссия, смотрите, у них какая прекрасная. To give people the power to build community and bring the world closer together. Ну, это же просто прекрасно. По-моему, замечательно. А неофициальный брендинг — это социальная сеть, там, connecting people with friends and others across the globe. Ну, то есть, здесь уже все попроще. Типа, социальная сеть, которая соединяет людей, там, друзей между собой и просто людей по всему миру. Тут у нас почти ничего не видно, но окей. Есть у нас, например, у Google позиция, что to, как же там, save, to collect all information in the world, что-то такое. Например, у Амазона миссия — это to be the most customer-centric company, типа быть наиболее клиентаориентированной компанией. Но это не позиционирование бренда, это миссия. И миссию всегда прикольно читать, но нужно не забывать, что тогда ваша миссия должна прослеживаться и как-то в бренде, и прослеживаться во всех ваших действиях. Потому что если вы the most customer-centric company, вы не можете заставлять людей две недели ждать фидбэка, ну, типа, ответа на запрос в поддержку, потому что это вообще не коррелирует с вашей миссией. Если вы самая клиентаориентированная компания, вы должны делать такие вещи быстро. Или если вы самый удобный банк, вы не можете заставлять людей ждать 30 минут в очереди, потому что это, во-первых, негуманно, во-вторых, конечно, сильно аффектит вашу миссию. Или если вы занимаетесь здоровым питанием каким-то, вы не можете класть, я не знаю, дикое количество усилителей вкуса, консервантов, и все это, конечно, не может быть годным в течение полугода. Знаете, есть такой хлеб сэндвичный белый, не знаю, я не помню, как он называется, он такой, какой-то типа вроде якобы американский. Так вот, ну, это я про полезные просто вспомнила совершенно случайно. Вот у одного моего знакомого этот хлеб прожил три года, не заплесневев. Я не знаю, что там. Мне страшно. Я после этой истории его как бы обхожу стороной даже в магазине, потому что я вообще не знаю, что там внутри происходит. Давайте посмотрим на то, как можно, в принципе, построить бренд и сделать отстройку одного от другого. Здесь у нас Google и Apple, вам, наверное, плохо видно, поэтому я чуть-чуть прочитаю то, что написано. У Apple у нас тут написано, что Apple simplifies your life, что важно еще experience и sensory appeal, ну, вот это чувственное восприятие. У Google makes you smarter, тоже simplifies your life, но на втором месте. А вообще stay connected, типа оставаться на связи. Посмотрите, насколько все это действительно воплощено в реальной жизни. Apple со всеми своими интерфейсами, устройствами и прочими вещами действительно старается сделать максимально простой жизнь. Ну, максимально простой в том смысле, конечно, если вы можете себе это позволить, вот, и жить с этим счастливо, а в другом кейсе не очень простой, потому что вам приходится зарабатывать на iPhone какие-то вешенные годы. Вот, но, тем не менее, если у вас, короче, есть экосистема Apple, у вас все жизни прекрасно, ну, относительно информационных технологий, потому что у вас на MacBook'е та же книга, что на iPad'е, та же книга, что на iPhone'е, на одной и той же странице. Вы открываете, продолжаете читать с того же места и чувствуете себя замечательно, вам очень удобно. Вы вообще забываете, что такое, когда оно работает не так. И когда вы возвращаетесь, ну, в экосистему не настолько развитую, вы не понимаете, что вообще случилось и как оно так может работать. Почему у вас на одном устройстве книга на 50-й странице, на другом устройстве эта книга вообще почему-то не появилась, там, на третьем устройстве что-то вообще не тот пароль, не тот аккаунт, и вы, типа, в шоке от того, что такие вещи происходят. Apple также делает сильный упор на вот это чувственное восприятие, и вся техника Apple'а, она реально приятная. Ну, то есть, там, потрогать что-нибудь, вообще все эти формы iPad'а, iPhone'а, все их, все фактуры, которые там есть, они действительно очень приятные, к ним приятно прикасаться. У Google'а не всегда в плане устройств получается хорошо так же, как у Apple'а, но, тем не менее, там и другой, другая позиция, другая штука вообще. Google хочет, ну, не хочет, а предлагает вам сделать себя умнее. В принципе, понятно, потому что у Google'а поиск, и Google, он весь про факты и знания, и концентрацию там знаний в мире. У Apple пока что больше все-таки про hardware, чем про софт, но, тем не менее, они стараются что-то в этом плане делать. Если вы видели, хорошо, если не видели, то вот опять я вам расскажу. В общем, Apple недавно открыл 50 позиций для развития Siri. Вот, среди них редакторские позиции, девелоперские позиции, менеджерские позиции, в общем, очень-очень много всяких таких. В общем, Apple старается тоже идти в сторону софтварных всяких историй. У Google'а по поводу Makes You Smarter эта концепция хорошо развита в нескольких вариантах. Во-первых, у них, конечно, классный поиск. Во-вторых, у них есть поиск по научным работам, Google Scholar, что, в принципе, автоматически утверждает вот эту позицию, что он делает вас умнее. Плюс у Google'а очень много образовательных ресурсов бесплатных. Это и какие-то лекции, там в том числе по Google аналитике, это и какие-то материалы. Например, у Google'а есть очень хороший ресурс маркетинговый, называется Think It with Google. Можете посмотреть, он есть и на русском языке в том числе. Там опубликуются материалы про всякие маркетинговые компании, акции, истории, которые произошли в той стране, на которую вы подписаны, соответственно. Очень, на самом деле, интересно почитать, что происходит. Там, по большей части, про диджитал, но нам же это только в пользу. Тесла. Говорили про Google, говорили про Apple, про Facebook. Я постаралась собрать просто вам в этой лекции разные области того, что вообще в мире есть. То есть это и FMCG, и Automotive, и IT. Тесла, кстати, не воспринимается как исключительно автомобильная компания, она еще воспринимается как такая, типа, хай-тек, айтишная компания в том числе. Потому что они настолько хайпованы в том плане, что у них все круто в плане разработок и в плане технологий, что мы воспринимаем Теслу не просто как тачки, а еще и как какие-то интеллектуальные вложения. Скажем так. Посмотрите на позиционирование Теслы. Quickest acceleration, longest range, the safest cars ever. И тут у нас new inventory, used inventory, test drive. В общем, посмотрите, очень-очень круто. Сразу понятно, на самом деле, для кого все это, для кого Тесла, зачем она нужна и что она вам может дать. Написано, что очень быстро ускоряется, ездит на долгие дистанции и что она очень безопасная. Тут же у нас хай-текные всякие цвета, классно подсвечены фары, все на фоне заката, рябом с морем где-то. В общем, ясно, да, кто может Теслу купить. Таргетная аудитория прослеживается даже вот из, в принципе, этого сочетания. Что она может делать, кратко написано. Так как Тесла тоже упирается ножками в минимализм, как и все сейчас делают, и это достаточно принято, и это достаточно популярно. Здесь как бы нет вот этих всех пространных рекламных обещаний про то, что у вас там Тесла будет с вами всю оставшуюся жизнь, и вы будете ездить на 50% быстрее, и там этот дизайн на 30% лучше, и что по сравнению там с Фордом Тесла это что-то новое и необычное. Им просто это не надо. Ну, то есть им просто тупо это не надо. У них все понятно, типа быстро, далеко, надежно. Купи. Купи. Все. Ну, и вопросов не остается. То есть отстройка настолько сильная, настолько мощная, что сразу все понятно, и нет каких-то, ну, вопросов, да. Тренды отслеживать нужно. И то, что происходит, отслеживать нужно. Но, типа, когда вас просят сделать искусственный интеллект, а у вас есть только, знаете, табличка с вопросами и ответами, это странно. Ну, условно. Конечно, понятно, что там сейчас текущие голосовые помощники и AI, это не просто таблички. Но, тем не менее, это, типа, не супер искусственный интеллект. Поэтому обманывать себя и думать, что сейчас вы там будете генерировать речь, как человек, в смысле, по смыслу такую же. Ну, типа, ну, давайте не будем. Да, вот вы понимаете. Собственно, давайте дальше пойдем. Потом, если время останется, договорим. Мы сейчас с вами тут посмотрим на пару картинок на продвижение, на бренд позиционирования. Сначала посмотрим на Coca-Cola, потом посмотрим на DAV. И то, и то достаточно интересно, и то, и то достаточно успешные бренды, у которых, в принципе, все хорошо как-то продвигается. Давайте посмотрим на вот этот, раз, два, три, шестиугольник, простите, в центре, и что там внутри написано. Там написано все, что, в принципе, может как-то к людям относиться и к отношениям между людьми. Там написано, как бренд представлен физически, какая у бренда персональя, в какую культуру он вписывается, селф-имидж, собственно, как самоотображение бренда, как это отражается в людях, и как это, к способу коммуникации бренда с людьми. Что-то я вначале не то сказала, но ладно. Тут все продумано, и посмотрите, насколько оно все цельно выглядит на этой картинке в одинаковых цветах. То есть создается ощущение прям целостности нормальная. Боттл-шип и флэкшип, и что это у нас в бутылочке, в такой канонической достаточно формы, и что Кока-Кола всегда у вас под рукой, она всегда рядом. И она не только у вас рядом в этих вот холодильниках, в магазинах, а еще ее к вам постоянно привозят, доставляют. И из-за маркетинговой кампании, которую мы все знаем и помним, где праздник к нам приходит, Кока-Колу все знают, и особенно перед Новым годом у всех покупка Кока-Колы ассоциируется с праздничным настроением. Что ж, вот, блин, можно было так сделать, представляете, это же просто бутылка сладкой газировки. Ну, серьезно, просто с очень сильным брендом. Но сейчас вы, когда к Новому году ближе покупаете Кока-Колу, у вас там прям, не знаю, оливье по венам растекается от счастья. Посмотрим на персоналити бренда, на то, что там про счастье, про то, что Кока-Кола всегда и везде, про то, что надо делиться, про то, что она освежающее такое решение. Вспомним, опять же, все маркетинговые, ну, не все, то, что можем, маркетинговые кампании, которые были у Кока-Колы. Там же всегда, когда мы видим Кока-Колу, мы всегда видим какое-то количество людей, которые там счастливо вместе, там, не знаю, обнимаются, играют во что-то, делятся этой Кока-Колой друг с другом, передают вот эту бутылку, там счастливо открывают, играют в футбол, они все-таки активные, у них все хорошо. Даже с таким количеством сахара в крови, которое у них, а может быть, из-за него как раз у них все так хорошо и позитивно. Тем не менее, но действительно, вот Ко-Опс во всех своих рекламах, во всех своих маркетинговых компаниях и акциях, она отображает вот это ощущение счастья, разделение этого счастья, тепла и коммуникейшн между людьми. Посмотрим на культуру. Конечно, Кока-Кола — это американский бренд изначально, и поэтому там поддерживаются американские ценности, социализация и вот эта вот концепция шеринга. Посмотрите на плане американские ценности. Это про барбекю, который американцы привыкли устраивать у себя там на задних дворах и всякие такие штуки, что туда принято с банкой, там, бутылкой Кока-Колы тусоваться на этих мероприятиях, и все хорошо. Санта-Клаус — это прям вот эта самая тема с ощущением праздника тоже присутствует, и она действительно въелась в культуру, но не только американскую культуру, но уже и в нашу с вами. Вот. Такое успешное позиционирование бренда. И Кола позиционирует себя как такая молодая, вечно молодая, коммуникативная, интерактивная, все всегда, все счастливы, вон тут все счастливы, все четыре человека очень счастливы. И все между собой общаются, делятся опять же этой Кока-Колой. Я не помню, кстати, ни одной рекламы Колы, где кто-то был возраста старше семидесяти. Ну, камон, ладно, спасибо, конечно. Это действительно так. Но, в общем, кроме Санта-Клауса все что-то не очень в возрасте. Вот. Это не значит, что Кола там их как-то к ним плохо относится или не уважает, нет. Это значит, что позиционирование у бренда все-таки больше настроено на аудиторию вот этого соответствующего возраста. Ну и, конечно, обратить внимание на комьюнити и на то, что типа Кола это больше, чем просто напиток в бутылке. Кока-Кола спонсирует, ну, примерно все мероприятия, которые только могут быть. Всякие спортивные соревнования, футбольные чемпионаты, реклама во время суперкубка и прочие такие вещи, все это присутствует. Во время чемпионата мира по футболу там вообще какая-то была дикая акция. Были специальные этикетки с футбольным мячом, что-то там можно было собирать. Ну, то есть вся эта активация в реальном мире, она тоже присутствует. Вообще такая активация, да, для FMCG брендов это нормальная история, такое часто используют, но вот Кока-Кола делает это достаточно успешно. Пепси, надо сказать, тоже у них с этим все нормально. Еще про Кока-Колу хотела напомнить вам про маркетинговую акцию, кстати, достаточно недорогую, реально, которая была года два-три назад, по-моему, но которая пользовалась реальной популярностью. Она началась в Австралии, и как-то Кока-Кола сделала это далеко, где-то, типа, далеком таком месте, небольшом, чтобы, может быть, чтобы просто потестить, может быть, потому что это было дешевое решение. Они напечатали этикетки с именами. Но это зашло настолько, что через пару месяцев весь мир был в этих этикетках с именами. Я, честно, искала свое, ничего не нашла. Расстраивалась даже первое время. Но у меня были друзья, которые коллекционировали всякие вот эти бутылки из-под Кока-Колы, потому что там же было не только по именам, там был друг, что-то там тусовщик, какой-то, я не знаю, ну, прочие, в общем, различные определения. Но реально у меня было несколько друзей, которые можно было прийти домой, у них стояли разные эти, там, банки или бутылки с Кока-Колой, разные, на которых разное было написано, там. Или классный был вирусняк с этой же акцией, когда человек видел какую-нибудь колу с прикольной надписью, типа, ботон, фоткал и прислал, например, мне. Вот, очень-очень забавно. Вроде бы кажется, что, ну, ничего особенного сделано не было, но это вышло не просто как маркетинговая акция с персонализацией, а еще и как некоторый элемент вирусного маркетинга, потому что, ну, и виральности, потому что люди стали делиться всей этой информацией между собой. Это, конечно, круто. Хотя решение дешевое, ну, то есть они печатают этикетку с Колой, типа, по миллиону, наверное, каждый день. Не представляю себе объема, это так, пальцем в небо. И напечатать просто какое-то количество каких-то букв с другой стороны, ну, это вообще несложно. А что вышло-то? Вышло-то классно. Поэтому это очень крутая штука. А Pepsi на ностальгии сыграли, все коллекционируют старенькие вот эти. Да, а Pepsi сыграли на ностальгии, все коллекционируют сейчас старые вот эти банки и бутылки с Pepsi. Сейчас же она синяя, вот, ну, традиционная эта банка и бутылка. А раньше была вот эта серебряная с красно-синий, вы поняли, лого. Вот, и сейчас вот это то, что продается, люди тоже собирают, покупают, коллекционируют. Очень круто. А помните, ну, нет, вы не помните. В общем, была еще когда-то Pepsi Cola, по-русски писалась, вот, прям, сейчас они тоже пишут Pepsi Cola на этих банках, бутылках. И люди покупают, такие, ммм, Pepsi Cola, как тогда? Вот. Не покупала, но вот сейчас задумалась об этом. В общем, пока мы не перешли к следующему бренду, еще про такие около, около еду расскажу. Очень классные были компании у Макдональдса. Ну, там тоже все хорошо, конечно, с маркетингом. Была компания на 8 марта, по-моему, год, что ли, назад, или два года назад, не помню. Но не в России, в Америке, типа, Women's Day и всякое такое, они перевернули букву М наоборот, и получилось W, ну, W. Вот, и типа, Women, и все дела, феминизм, и вот это вот, все эти истории. У кого-то феминизм, у кого-то шаурма. Да, как бы, культурные особенности, давайте называть это так. Вот. Ну, они сделали это именно в честь 8 марта. Потом у них была классная компания, связанная, ну, это сложно назвать компанией. В общем, когда во всех Макдаках появился Wi-Fi, была просто реклама на красном фоне, выложенной картошкой сигнал вот этого Wi-Fi, ну, вот эти вот дуги, собственно. Ничего особенного нет, ну, блин, ну, картошкой, ну, серьезно. То есть они взяли элемент, ну, один из своих самых продаваемых товаров, использовали его в рекламе и обыграли фичу, которую только что там внедрили. Молодцы! Че тут еще скажешь? Это очень круто. Было у них, на Россию, по-моему, это не распространялось, точно была в Америке компания, когда у них был контент-маркетинг, история, они рассказывали, из чего состоят их котлеты, они там публиковали разговоры с фермерами, которые для них, собственно, занимаются историей с мясом и овощами и всем таким. Рассказывали, что из чего, тоже показывали производство, там, чего там в этом салате, чего там в этой котлете, чего в этом бургере, из чего сделан соус. В общем, ну, прям, ребята запарились, очень хорошо. Да. В общем, истории с всякими такими крупными брендами, они часто крутые и можно вспомнить, наверное, хорошие. Может, вы что-нибудь помните? Ну, был такой момент, когда Бургер Кинг и вроде KFC, они друг-другу как бы унижали больше рекламу. Ага. Ну, она хорошо, достаточно. Там, правда, такая цепочка была, то есть сначала одни других, потом вторые парировали. Да, в интернете много, на самом деле, таких фото. Да, хорошо, да, я тоже что-то припоминаю такое. Кто-нибудь еще помнит что-нибудь? Про стори-тейлинг вспомнила, про МДМС очень прикольный. В диалоге между красным и желтым. Это вот, да, это отличный стори-тейлинг, кстати, да. Они же до сих пор играют в эту историю. Это, кстати, да. Я почему-то вспомнила это. Это, правда, по-моему, не то и не другое, но я вспомнила МакКонахи. Помните рекламу? Нет? Я не помню, что он рекламировал, но я помню, насколько вирусно это было. Там была реклама, где едет МакКонахи и ведет машину, и вроде у него там все хорошо. Ну, как-то он, типа, да я веду эту машину, да у меня все классно, ну, как там, лицо МакКонахи, в смысле, ну, я просто так не сделаю, поэтому, ну, типа, он очень уверенный в себе, у него все круто, вот. И всем эта реклама сначала очень понравилась, а потом, так как ее было очень много, ее форсили везде, она начала всех подбешивать, поэтому то ли там наложили речь, то ли что, ну, короче, потом вся эта реклама вылилась вирусняк, потому что кто-то снял пародию, а, Джим Керри, да, по-моему? Да, по-моему, Джим Керри снял пародию на то, что, типа, да, я водил машину еще когда не умел водить, еще до того, как ты научился водить, и там, еще до того, как МакКонахи снялся в Интерстеллари, и там, ну, и всякое такое. В общем, из-за чего, ну, там, конечно, стояла ссылка на оригинальную рекламу, ну, и вы сами понимаете, что в итоге произошло. Реклама разошлась еще лучше. Надо уметь так делать. Это достаточно сложная цепочка, которую надо сначала хорошо продумать, чтобы она удачно сгенерировалась. Давайте посмотрим на DAV. Тот же шестиугольник, видите, я запомнила с первого раза количество. Тут с DAV тоже достаточно интересная история. Извиняюсь, что склоняю. персоналия, DAV, персоналити – это настоящая красота, невинность, честность, культура, что мы за естественность, мы за самооценку высокую, мы за настоящих, ну, за реальных женщин, ну, реальных в плане, типа, без косметики, без, там, каких-то искусственных внедрений, вот, скажем так. Мы против стереотипов. За, что быть реальной, быть настоящей, быть такой, какая-то есть, это классно, и это должно приносить тебе уверенность, что женщины разные, это абсолютно нормально, это очень хорошо, что DAV заботится обо мне и помогает мне быть красивой, потому что они тоже позиционируют себя, что у них там на одну четверь состоит из увлажняющего крема, как у меня эта реклама до сих пор в голове где-то прокручивается, вот, что оно все такое нежное, в пастельных тонах, DAV, кстати, да, мнемонически с голубкой, вот их лого ассоциируется, и что все у них прекрасно. Я, у них много есть маркетинговых компаний, есть удачные, есть неудачные, но у них есть прекрасная маркетинговая компания про Real Beauty, я не знаю, видели вы или нет, если не видели, обязательно посмотрите. Суть в том, что там показывают некоторое количество людей, там и женщин, и не женщин, по-моему, с которыми сначала просто разговаривают, потом им делают комплименты, они начинают улыбаться, и они выглядят, ну, счастливыми, и как бы автоматически человек, который улыбается, кажется нам более привлекательным. Не поэтому я постоянно улыбаюсь, когда вам читаю лекции, нет, нет, это никак не связано, что вы, что вы. Но тем не менее, в общем, и эта компания, она, на самом деле, получила достаточно большой резонанс, очень многие про это в этом говорили, и я сама несколько раз ее пересматривала, потому что это круто. Ну, это прям приятно, приятно на все это смотреть. Относительно того, что женщины бывают разные, это тоже очень неплохой заход. Они, дав одни из первых, кто начал тему против бодишейминга и за бодипозитив, за адекватный бодипозитив, они, когда только начинали это, сначала были немножечко не в кассу, потому что это было не очень модно, и еще было не в тренде, но зато, когда тенденция дошла, ну, по крайней мере, для России, когда тенденция дошла до нас, они, конечно, вписались очень хорошо со всей этой компанией, все стали дав вспоминать, что они там такие крутые за реальности и за прочие вещи, что, ну, сейчас, когда мы говорим про вот, что естественную красоту и там, натуральность, мы вспоминаем дав, и это, в принципе, нормально, они очень хорошо себя проассоциировали. Так, вроде, есть вот, что еще вспомнить у вас относительно таких маркетинговых компаний и брендовых вещей в плане позиционирования бренда? Может, вам нравится, как какой-то бренд себя позиционирует? У Ауди раньше была такая реклама, что крупным планом снимают брелки от разных марок, там, Mercedes, BMW, потом крупный план, и вот эти вот кольца, четыре кольца так пересекаются, это было реально круто. Да, это отлично. Еще что-нибудь кто-то начинал говорить? Ну вот, я немного путаю, либо это был 100 рецептов красоты, либо лесной бальзам, там, типа того, что такая бабушка старенькая, сама варит, сидит в косметику, и, тесно говоря, я даже так верила, что это нормальная, такая непрочиталась на стол. В общем, это было хорошо. Ну да, это хорошо, это как история с домиком в деревне, где ты видишь это молоко, сырники, и как бы хочешь сразу корову погладить автоматически просто. Но это да, это хорошо. Ребята, ну, большие компании, большие бренды, конечно, очень хорошо работают. Сейчас капельку про продвижение. Сейчас будут снова примеры, потом еще поболтаем. Про движение разным бывает, это реклама, прямые продажи, пиар, стимулирование продаж. Мы, в принципе, про все это плюс-минус поговорили. Ну, реклама может быть разная, контентная, неконтентная, в контекстной, неконтекстная. Там, это может быть SEO-оптимизация, может быть, нет, всякие разные варианты для этого всего есть. Пиар, он может быть позитивный, может быть негативный, но вы сами все это знаете, понимаете. Сейчас посмотрим два варианта и того, и того. И стимулирование продаж, но здесь ничего сложного, это на самом деле достигается одним из этих путей. Давайте посмотрим на пример еще один, еще два, связанных с едой, очень классный. Сначала посмотрим на пример сабвея, это, по-моему, вообще божественно, типа, секс, и теперь, когда у нас есть ваше внимание, поешьте в сабвеи. Блин, ну это прикольно, то есть ничего вообще для этого особо не делали, придумали, отлично все зашло. А вот эта вот история, типа, FCK, we are sorry, вы знаете, про что это, нет? В общем, в KFC, по-моему, в Британии или в Америке, как-то была очень неудачная неделя. В общем, у них кончились, у них, короче, что-то случилось с поставками курицы. И все KFC-рестораны там в определенном регионе не работали нормально, то есть они работали с перебоями, там что-то не получалось, никак ничего не довозили. В общем, ну все было плохо, объективно плохо эту неделю. Вот, а так как все-таки KFC это достаточно, большой набор ресторанов быстрого питания, вот, недовольство было достаточно высоким. И, собственно, после того, как они пережили эту историю с трудом, ну, конечно, они им очень много потеряли, вот, они пережили эту историю, они выпустили вот такие баскеты, типа, ну вы понимаете, что там написано, вот, и написали, что we are sorry. И на самом деле вот этот шаг раскрутил их еще сильнее. И это создало позитивное впечатление от Брэмбо, потому что они не просто там, как бы это, что они живые, и они не просто как это, облажались и забыли, знаете, типа, нет-нет-нет, с вами этого не было, нет, они облажались, они признали свою ошибку и еще и сыграли на этом прекрасно. В общем, это вот отличный, отличный вариант того, как можно было сделать. Что-то я много говорю. Следующее, то, что я вам хотела показать, это недавняя маркетинговая акция Mail.ru и Outlaw. Сейчас я вам покажу... . Я к чему это показываю? К тому, что бывают с позиционированием бренда некоторые, ну скажем так, сложности. Бывает, когда бренд как-то проседает в своей истории, но есть варианты как-то имя вернуть и статус как-то вернуть. И то, что сделала почта Mail.ru совместно с Outlaw, это на самом деле офигенный выход. Это выход не просто для того, чтобы сохранить бренд и для того, чтобы нарастить его, а это выход из digital среды в среду физическую и коллаборация с брендом одежды. Это вообще супер странно и выглядит достаточно странно. Но на самом деле это очень круто, когда ты берешь очень важную часть человеческой жизни, такую как почта, то есть это и персональная информация, и твоя осведомленность о чем-то и соединяешь с тем, что ты используешь каждый день, это одежда. И вот у тебя получается вот такая прикольная акция. Ребята большие молодцы и это очень внезапный выход. За счет таких внезапных выходов на самом деле очень сильно можно поменять отношения к своей компании, к своему бренду. Особенно учитывая то, что это было, знаете, не Dolce & Gabbana или там, я не знаю, не Yves Saint Laurent. Это были Outlaw. Это очень популярная нынче марка одежды. Ладно. В общем, это хороший пример. А есть какие-то уже метрики успешные для компании? Успешные. Ну, то есть я же, конечно, не могу ничего рассказать. Ну, то есть метрики и всякие такие истории, они не разглашаются. Но все хорошо. Спасибо. Пример достаточно двоякий для нашей страны. И очень странный был выход. И на самом деле очень странная произошла история со всем этим. Посмотрите на часть, которая ближе ко мне, и на американский вариант компании. Never apologize for being strong. Никогда не извиняйся за то, что это сильное, говорит нам Рибак в других странах. А в России он, собственно, предлагает вот это. Это было настоящее. Это было настоящее. Ну, смотрите, тут такая история. То есть вышла эта компания, и у всех, конечно, взорвалось практически. Ну, не у всех, нет. Были, конечно, люди из радикального, скажем так, феминизма, которые сказали, да, конечно, прекрасный вариант, так и поступим. Но были и люди адекватные, которые сказали, что, блин, происходит вообще, вы что себе позволяете, вы ничего не попутали. И несколько дней происходило яркое очень непонимание, скажем, назовем это так, вот, что потом были разные сообщения в СМИ, что, типа, кто-то взломал наш аккаунт и специально запостил все эти фотки, да нет, мы не серьезно. В общем, потом очень быстро Рибак эту компанию свернул. Я не знаю, как там на самом деле, чего там произошло, но с моей стороны, как обычного пользователя, выглядело это, типа, как не очень хороший заход. В общем, по-моему, так делать не стоило. И мое мнение, ну, как мою веру в Рибак, это как-то пошатнуло. Не то, что я верю в Рибак, как бы, в смысле вообще, в принципе. Но, тем не менее, у меня был передать, ну, как влияет маркетинг на примере, как всегда, моей собственной жизни. Я выбирала себе спортивную форму как раз в тот момент и хотела купить, изменить своему любимому бренду и купить Рибак. И тут я наталкиваюсь на эту рекламную кампанию и понимаю, что я никогда в жизни, вот, просто, вот, заниматься этим не буду и как-то не хочу. Вот. И, собственно, ну, как бы, я решила, что я, ну, предпринимать никакие действия относительно этого бренда больше не намерена. Потом они, конечно, компанию свернули, перевели вот эту компанию и сейчас она везде откручивается, ратируется, но выход был супер, ну, неуспешный. Прям, вы, в общем, постарайтесь так не делать. Общество еще не готово к таким, как бы, это, заявлениям. В общем, будьте осторожны, особенно, как бы, наше, ну, наше русское общество, оно еще, как бы, совсем не готово. Вот. И это нормально. Вообще странно, если кто-то когда-то будет готовым к этому. Ну, нет, смотрите, одно дело, типа, облажался и ладно, а тут вы просто, как бы, взяли и бренд профачили. Ну, серьезно. Это, это, ну, у Рибака была нормальная концепция, как и у Найка. У Найка вот Just Do It, там вообще все прекрасно, у Рибака тоже все было, в принципе, хорошо, что они там за фит, за здоровье, за вот это, за все классное. Но вот этот социальный, в общем, это настолько испорченное отношение к бренду за одну, блин, за один плакат дурацкий. Настолько сильно все испортилось, что, а как он останется-то дальше там? Че он будет делать? Следующая рекламная компания, ну, от него будет восприниматься еще с большей критикой. И, скорее всего, что там, как бы, ну, мало кто поймет, и, скорее всего, воспримет это как оправдание. Ну, и всякие прочие такие штуки. Ну, серьезно, это очень большой позор, и мне кажется, что, ну, тут не хватило бы просто, просто остаться. Хотя, может быть, и хватило, если бы достаточно было того, что, типа, я признаю свою ошибку. Но нельзя же иногда признать свою ошибку, можно сказать, типа, вот, и уйти. Разные ситуации бывают. Давайте сейчас быстренько про каналы посмотрим. В разные много всего есть. Реклама, магазины, ледогенерация, веб-сайты. Тут пересечение всяких кружочков красивых, разноцветных, вы видите на слайде, хотя вы, наверное, ничего не видите, потому что очень много света, очень непривычно. В общем, имейл-маркетинг, ретаргетинги, вебинары, виральность, видосы, прероллы на ютубе, TV-реклама, всякие, господи, полиграфия различного формата, каталоги, мобильный контент, соцсети, все это, ну, живо, все это варианты для каналов. Их может быть великое множество. Вот здесь вы можете видеть еще чуть получше картинку, более понятную, про диджитал, конкретно маркетинг. Он может быть разный, можно делать приложеньки именно с целью маркетинговой, заниматься имейл-маркетингом, SEO-оптимизацией, брендингом, контент-маркетингом. В общем, куча всего. Канал надо правильно выбрать в зависимости от аудитории и от цели компании. И мы сейчас с вами поговорим про компании быстренько. Сначала теоретически, потом чуть более практически. И поймем, какие каналы когда использовать. В общем, компании маркетинговые и рекламные бывают разные. Компании, как всегда, это вот, знаете, я не очень люблю такую классификацию, потому что она мне напоминает какой-нибудь учебнику 900 страниц, которые ты открываешь, и там социокультурные признаки, там делятся она, и ты сразу, ва, боже. Но тем не менее. Компании по географическому признаку делятся локальные, региональные, федеральные. По использованию типа в СМИ мономедийные и медиамиксы. Понятно, мономедийные — это типа только прессы, а медиамиксы — это и ТВ, и радио, и пресса, и там диджитал маркетинг. По выбору целевой аудитории обратите на это внимание, что они бывают массовые и бывают нишевые. Это нам сейчас пригодится, когда мы будем про рекламные, про маркетинговые компании говорить. И по целевому признаку, принципу. Компании рекламные бывают нацелены на запуск, имиджевые компании, информационные, на стимулирование сбыта и поддерживающие напоминания о том, что это все еще есть и все еще работает. Сейчас про примеры. Например, когда, 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 пытаюсь вспомнить что-нибудь такое, на запуск продукта или бренда, когда вышла там, возвращаясь к Кока-Коле, Кола Черри, там была тоже большая рекламная компания, она была большей части именно видеорекламу про то, что они там запустили новый продукт. Вот. И там многие блогеры потом пили эту Колу Черри. Удивительное совпадение, не так ли? Вот. Ну и всячески это поддерживалось. Имиджевые компании, направленные на формирование имиджа. Разные бывают. Вспоминаются очень всякие вещи, связанные с парфюмерией и косметикой. Был, по-моему, Шанель, что ли, ролик с МакКонахи и Скарлетт Йоханссон. Мини-фильм про, как они там едут на машине. Удивительно, не правда ли? По Нью-Йорку или по Парижу. Потом они там где-то романтически общаются, все черно-белые, абсолютно прекрасные. Тут именно на формирование имиджа, что это премиум, это премиум актеры, это премиум город, премиум тачка, премиум все. Все такое классное, все у них беспроблемно проходит, замечательно. Информационная компания, информирующая о появлении новой услуги или линии продукции. Надо бы вспомнить чего-нибудь такое. Прям. Ну, сотовые операторы, да. Что Apple Music? Что Apple Music? Олег. Мало сказать два слова, понимаешь? Они же спустили, они сделали целый ивент, который был подключен именно к Apple Music, а они из большой комплексе пускали что-то типа. Apple Music именно? Ты не с YouTube музыка не путаешь? Окей. Хорошо. Но раз Олег говорит, значит так и есть. Не всегда это работает. Что вы говорили, Вов? Йота. Йота. Уже мне часто говорят, что у них своеобразная компания. Простите, но у нас там, что-то, вы не можете выбрать меньше, чем, ну, что-то такое. Ну, или, ну, любая, в общем, компания, которая занимается... Ну, телеоператоры, да. Мобильные связи. Это... Ну, да, мне кажется, это тоже больше про имидж, на самом деле. Про компании, это, скорее всего, вот, новая услуга или новый тариф, это Теледва. Вот у них там постоянно новый тариф, так сразу новые какие-то супербанды идут по вашему городу. Вот это все там... Да, да, да. Ну, короче, там вот у Теледва прям с маркетингом хорошо все. Стимулирование сбыта, скидки и бонусы. Это по большей части FMCG история, ну, не по большей части, в том числе и FMCG история, связанная с... Там, собери 10 крышечек, получи там iPhone, iPad, еще какие-то такие вещи. Или там две продукции, два товара продукции Nivea по цене одного, купи, 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 вот, ну и прочие такие штуки. А поддерживающие, это просто напоминание о том, что присутствует в информационном поле. Ну, то есть это стандартная реклама, типа, чтобы ты не забыл, не дай бог, про Coca-Cola, вот, посмотри. Видишь, все пьют Coca-Cola и все счастливы. Пей Coca-Cola и тоже будешь счастлив. В принципе, все понятно и нормально. А сейчас, а сейчас, а сейчас мы выключим свет, потому что надоело, вот, и нам не нужен просто он больше, потому что это на самом деле последний слайд, потом я вам про домашнюю работу расскажу. Мы сейчас с вами будем заниматься маркетинговыми компаниями. Сначала мы с вами займемся маркетинговой компанией для сникерса. В общем, нам сейчас нужно определить, кому мы будем сникерс, собственно, предлагать, как мы будем, почему мы будем этим людям предлагать, как мы будем предлагать и через какие каналы мы это предложение будем распространять. Поехали, это коллективная работа. Ну, чего? Кому? Молодежь. Молодежь. Молодежь, так. Хорошо. Можно быстро перекусить. Ой, темнее. А они обычно молодые? Молодые, да. Ну... Да, правильно, хорошо. Это такая более молодая аудитория, все верно. Окей, хорошо, мы решили. Что мы будем рассказывать? Про белочку. Энергии. Белочка, это не я. Не, ну там есть же все это, не тормози сникерс, не, это мы все знаем, но нам-то свое надо. А может, сделай новый продукт, как раз без каких-то канцерогенных веществ, и раньше, как у них пластники, оба нет, для активных, спортивных чуваков, которые делают трюки, развиваются, движутся. Сейчас, допустим, какую-то новую серию, которая, ну, намного лучше. То есть вы сникерс без сникерса сейчас предлагаете? Типа, типа, там, в общем-то есть там ботеина, допустим, или у них даже есть что-то такое. Вот, кстати, это интересная тема, то, что вот если по России сделать, то запустить просто много разных вкусов. Допустим, вот недавно появился сникерс, который с пломбиром. Это как классный тело на самом деле. Вот, и вот в Америке, допустим, все это развито, то есть они там не только с лесным орехом, там, и какие-то, они там чуть ли не с васами их делают уже, эти сникерсы, вот, и, ну, это было бы весело сегодня. Так, хорошо, еще какие идеи есть? Ну, давайте ориентируем компанию на таких заядлых ботнапрогеров, которые сидят, у них мозги кипят, и... Так, 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 так. И вот они там кофе все налили, и будут сникерсом заедать. Мы их должны заставить прибить на наши ботончики. Так, хорошо, так... Питание для мозгов. Питание для мозгов, окей. Питание для мозгов неплохо, но тогда противоречит нашей первой концепции о том, что мы все-таки выбираем, типа, проактивную аудиторию, которой, типа, некогда особо перекусить. Мозг — это мышцы, потому что... Да. А там выграют. Противоречит. Главное, реально, не упадетись в это все. Ну, типа, ребят, которые следят за уровнем сахара, условно говоря, вряд ли ребятам следят за уровнем сахара. Это нормально, противоречит нет. Окей, хорошо, тогда мы... Чего мы делаем? Мы таргетируем на ребят, которые не следят за уровнем сахара, им все равно, а что мы делаем-то? Ну, окей. Мы решили охватить аудиторию, которая и так, в принципе, сникерсом охвачена. Предложить-то мы им что? Вот Вова предложил разные вкусы. Оля предложила сделать здоровый сникерс, и вы понимаете, что нашей аудитории он как бы... Вообще. Просто цель возьмем, симулирование быта просто среди этих ребят. Расскажем им, что им это классная рекординация. Это хорошая цель, а удивительно, не правда ли? А есть или еще варианты? Как-нибудь цель, типа, внутренняя наклейка, и если ты соберешь столько-то, то получишь что-то. Ты получишь еще сникерс. Ну, это стимулирование. Если ты получишь еще сникерс, то это тоже просбыт. Еще чего? Может, за упоминание, то есть, сделать какой-нибудь фестиваль, который будет в планах, и он пройдет в твоем городе, если ты там запостишь что-то про сникерс. То есть, там с крупными... То есть, вот тот человек, который из-за компьютера не вылезает, он запостит про сникерс? Не подойдет. Где? Он напишет код в форме сникерса, или что в смысле? Неплохо, конечно, но как бы вряд ли. Еще. А вот в целом, у нас сникерс позиционируется, это как бы батончик. А сейчас вот очень часто пускаются еще такие, как бы, в бутылочках жидкие штуки. Можно, типа, вот парень что-то съел, ему нечего выпить. Запел, запел. Что если в офисах поставить автоматы, которые дают сникерс не за деньги, а за то, что ты там перевыполнил какой-то план у себя на работе, и ты идешь к своему начальнику, и говоришь, что дай мне талончик. Это очень. Автомат совершил. Как место принято. Работа, взъеду. Теперь ты, Олег, понял, что будет следующим шагом. Да-да-да-да. Да-да-да. Ну, в общем, эйл же есть газировка, как в Burger King такая. Есть, так у нас, да, она только бесплатная. Безусловно, выведем. Это хорошая тема, но только вот тут единственный момент, который, типа, ты уже перевыполнил, и поэтому ты идешь за сникерсом. А тут, если бы ты еще не перевыполнил, давай, говори уже, Маша, давай-давай. Ну, например, у нас в какой-то момент мы ей выбивали майки за то, что найдешь ошибку в питомском фоне. Да. Дело, что-то похоже, какой-то автомат не пришел задачку, ты сникерс не за деньги, а за, там, задачку, за... Это как раз вот на такой аудитории, которая в этом шарит, потому что дай мне патрульский код, ну, я, может, что-то найду, но, скорее всего, не все. А, да, ребят, найдут для них дейзи, и, как бы, это прикольно. Может быть, знать просто из математики, любой. Какой? Логично. Два плюс два. Но не настолько любой. Возвольте, программа получистой. Нет. Прямо аудиторию. Здесь же, вы сюда сидели бы зимой, что-то такое. Да, у меня вопрос, что может быть, по-моему, если только что-то работодательские будут оплачивать, да, вот эти купленные сникерсы, и, опять же, ограниченное какое-то количество... Смотрите, вы тут, если, собственно, все делать, как вот Сережа и Маша предлагают, вы получите, на самом деле, сегмент аудитории, который плохо охвачен. У вас есть ребята, которые, там, сейчас в сникерсах, в рекламе таргетируют, ну, опоказаны, это, там, спортсмены, которым некогда перекусить, там, которые всегда в движении и всякое такое. А про программистов, которые, там, сидят и программируют, на самом деле, очень любят сладкое, по большей части. Вот. И им питаются практически всегда. Никто обычно не говорит. А тут вы как раз затронете супер важную тему, айтишную, которая везде очень популярна и хайповая. И покажете, что ваш продукт, он не только вот для этих чуваков в бейсболках и шартанах, а еще вот для этих умных, умных ребяток, которые сидят и делают какие-то невероятные вещи. Ну, это офигенно приорабельно, офигенно приорабельно. Это если сделать с каким-то, ну, то есть поставить в первую точку пункта вузики в МГУ или везде, когда, да, можно с этого говорить, я не знаю. Ну, уже поздно, ты уже сказала, да? Поставить где-то по-другому вузе, нацеленном, это же, это офигенно приорабельно. Эта акция ложится офигенно на фестивальные оффлайн-активности. Берешь фест, вписываешься этой стойкой, она тебе ничего не стоит, где-то не нужно, не знаю, строить города, просто, ну, точки маленькие в эндинге. И это вообще есть. Отлично, хорошо. Берем сникерсы, можно с разными вкусами, потому что нам-то, в принципе, уже чего, какая разница, мы можем туда понапихать и семечек, и пломбиры, всего, чего угодно, и делаем, как Сережа предложил. Вот. Таргетируем на ребят. Это, это, почему я выбираю сейчас, там, вот этот вариант? Потому что он не суперстандартный, и сейчас его веселее будет рассматривать дальше. Отлично. Мы, в общем, выбрали, что мы будем для этих ребят делать маркетинговую кампанию на них, основываясь, таргетируясь. Чего мы и как мы будем рассказывать? Понятно, что в эндинг поставим со сникерсами, типа, возьми, интеграл, получи сникерс. Мне очень понравилось. На пятерке получу повышенную стипендию, не деньгами на сникерсах. Вот это так себе звучит. Ну, полагодовое обеспечение сникерсов. А, вот это, кстати, да. А, чего? Олег, тебе 30. Выйди. Ну, так чего? Как будем рассказывать людям о том, что вот мы все это придумали? Ну, атишники смотрят в виду. Правильно. Сделать классную рекламу. Ну, вот как раз Адреналин, по-моему, делали рекламу ближе к зимней сессии. Потому что студент купил Адреналин перед тем, как идет сдавать экзамен, а потом находит свой имя в списке результатов. Ну, вот и можно снять что-то похожее, там, чувак пилит какой-то проект долго, и потом выигрывает Хакатон, допустим. Вот, я ждала эту идею, на самом деле, чтобы поставить какой-нибудь вендинг на какой-нибудь айтишной конференции или митапе, или чем-нибудь таком, что ты решаешь какую-нибудь задачу за то, что ты правильно решил, получаешь, ну, давайте будем супертехнологичны, да, за то, что ты правильно решил и засубмитил результат. Там, даже если это кегл соревнования на данные, ты получаешь в ответ в письме какой-нибудь QR-код. Этот QR-код ты потом сканируешь вендинге и бесплатно получаешь сникерс. Можно скажу, эту сложность составить, чтобы почту. Тут намного ценнее для айтишной компании будет не то, что она в коде сникерса даст, а то, что она получит контакт этого чувака, раз он решил задачу, он сможет его захайнить. Именно. Именно поэтому я говорю про почту. Видите, как все хорошо, а вы там не хотели. Вот. Окей, отлично. Ютуб хорошо, на мероприятиях хорошо. Где еще? На вот этих ребятах? Можно в пабликах с мемами, типа, вот даже продолжая эту историю с Катоном, у нас люди работают за кофе и печеньки, и места еще не заняты. Можно стать top of mind, в принципе, в этой нише, и типа сделать кучу мемов, которые выглядят, как будто они не спонсированы ничем, потому что, ну, что-то смешное. И оно произойдет сплет. Мемы ок, а где мы их будем распихивать? Канал в Телеграме, ВКонтакте. Фикабу доставить. Во, во, нормально. Вот это хорошо зашло. Прям отлично. Хорошо, что вы упомянули соцсети. Не все там сидят, на самом деле, из ребят, особенно тех, кто там жестко упарывается по программированию, но, тем не менее, да, это все еще какой-никакой, но источник какой-то инфы, какого-то знания, условного, конечно, по качеству, но, тем не менее, знания. Окей, хорошо, запустили, открутили все это. Сколько, кстати, будет продолжаться компания? Маша? Сезон 3 месяца. Нужно как-то ограничить, сессия или там, что такое, как готово, по этим словам. Смотрите, тут зависит от, собственно, вот этого канала, который мы выбираем. Если мы делаем это в рамках какой-то конфы, и понятно, что срок ограничен конфой. Это такая, это даже не, это маркетинговая компания с целью активации определенного количества новых пользователей. Если у нас компания на получение и занятия, занимание, занятия, ну, короче, на приобретение нового сегмента, то тут хакатона одного или какой-то такой конфы будет маловато. Тогда тут действительно легче, ну, не легче, а логичнее думать в рамках либо периода какого-то сессии, либо какого-то периода типа там месяц, полтора. Какие полтора месяца лучше делать? Это должна быть либо весна, либо осень. Почему? Потому что это самые низкоэнергетические сезоны, в которых работа осложняется психологическими особенностями, там, сентябрь горит, начинает, или февраль достать чернил и плакать, и вот, в общем, все эти истории. Отлично. А что мерить будем? Давайте, в случае, если это конференции, что будем мерить? Количество остальных именов. Количество? Хорошо. Хорошо. Еще что? Количество просмотров прямого микросконференции. Вот, кстати, это гуд. Да, окей, еще. Фотографии сделаны участниками с хэштегами. О, нормально, отлично, хорошо, достаточно. Если это не конференция, а если мы таргетируемся на аудиторию и кладем, кладем, ставим рекламу в YouTube и какими-то такими вещами занимаемся. Что будем мерить? Ну, тогда мы мерить просмотров, вирусы, хереницы, а еще это самое хитяр, сколько кликнули по этой рекламе. Сколько досмотрели до конца, если есть кнопка пропустить? Да, отлично. Отлично, все абсолютно верно. Класс, молодцы. успеваем еще что-нибудь обсудить. Хотите не тиндер? Не хотите тиндер? Хочу. О, Вова, простите. Вы как-то на меньшинстве. Ну, смотрите, давайте так, есть тиндер, а есть как он правильно? ВВФ, ну, короче, фонд защиты зверушек. Кто за тиндер? Серьезно. А за зверушек? Ну, все, обсуждаем зверушек, просто тиндер мы тогда не успеем. Давайте про зверушек. Что, что, что хотим-то? Ну, здесь, мне кажется, то же самое, как бы рекомендовать все эти моё добро. не дарите мне подарки день рождения, подарите лучше зверушек. Это, кстати, её акция. Она придумала. Так, хорошо, good. Если мы будем рекламировать зверушек, то тут как бы компонентивное исхожение это используется, что мы говорим, сдайте деньги конкретной зверушке, не типа всем каким-то мужским тиграм, а бедным, вот этого тигря, он сейчас поврос голоду, сдайте деньги ему. Так, Есть такой вариант, понятно. Ещё какие варианты есть? Можно здесь координируется с какими-нибудь банками, чтобы автоматически зарплат, какой-то процент перечислялся этим зверушком, приходишь в банк и совместно маркетинг-балк компания. Хорошо, ещё? Часть приходишь ты в зоопарк, покупаешь билеты, и часть, процент какой-то от покупки идёт фон. Делаем Вконтакте платные стикеры пожертвования с которыми нет. Прекрасно, Маша, ты поняла? Просто это всё есть, карты есть, тикеры есть, банки есть. Два твоей части проявим через какую-нибудь анакую, чтобы у них на бутылочках были маленькие две ручки. Угу, угу, хорошо. Вообще, все, что все, там, сэкос, левенс, все, 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 вместе с ними. Во вкус вилл как бы. Неплохо, неплохо, но заход во вкус вилл, да, звучит как план, так и ещё чего-нибудь. Коллаборацию с брендами одежды, отказавшимися от кожи и меха, сделать принты на футболках. Да, вот это, кстати, хорошая тема, и это, ну, она хороша в плане того, что вы выходите, опять же, вот в эту осязаемую физическую реальность, когда вы можете потрогать и постоянно себе напоминать о том, что это происходит. Безусловно, вот эти все идеи, они очень крутые. И про процент, и, собственно, про, там, водичку и про платные стикеросы, прям хорошо, классно всё. Чё ещё можно сделать? Чего ещё люди делают-то? Вот из ВВФ и прочего такого. Можно снять какую-нибудь типовую киньбу. Вот я ждала про, ну, историю про контент-маркетинг, почему-то странно, что всего, ну, почему-то странно, что она была одной не из первых, не одной из первых. Да, можно снять кино, можно сделать серию каких-то YouTube-роликов, которые вы будете ставить в прероллы к, там, каким-нибудь National Geographic-фильмам или каким-то, ну, в зависимости от того, что вы снимете. Конечно, если вы снимете, как животные умирают, то, конечно, там, ставить это на детский YouTube вы не сможете. Ну вот, но если вы снимете, там, сохрани миленького белого мишку, то, конечно, в принципе, почему бы и нет. Да. Бывает, идешь в кино и ты смотришь полуторачасовый фильм, перед ним у тебя 15-минутный мини-фильм дополнительный. И можно перед ремейком Короля 2, когда он там выйдет. О, вот это прям хорошо. Очень хорошо. Да, это, это отлично. Вот еще в YouTube, ну, чтобы улучшить вот этот просмотр, потому что многие же продисты предлагают продолжить историю, там, выбирать какие-то действия. О, отлично, отлично. Вот это прям очень хорошо. Был, а ты, Маша, не помнишь, какой это фонд был? Может, ты мне сейчас напомнишь. Была реклама фонда, где попадали в катастрофу ребенок и взрослый. Не помнишь? Вот, в общем, была такая, ну, типа, не реклама фонда, а такой, типа, это social awareness. Собственно, там, вернее, не в катастрофе, там было плохо ребенку, и было плохо взрослому, и надо было выбрать, кого спасать, ребенка или взрослого. Вот, и ты, ну, и ты кликал на кнопку и попадал, ну, собственно, на следующий видос, в зависимости от того, что ты выбрал. Суть компании была в том, что взрослых почти никогда не выбирают, потому что считают, что дети — это будущее, и, как бы, им там нужно жить, а на взрослых, как бы, фикс не можно бы и забить. был за спасение жизни взрослых людей, попавших в сложные жизненные ситуации. Вот. Классная идея про преролл перед Королем Львом, просто прекрасная. А кому показывать-то будем? Все это. Которые есть деньги, которые могут отдать кому от ОВФ и сами выбрать в голову. Так, это хорошо. Но, в принципе, они, наверное, ну, другие люди, наверное, в кино на Короля Льва, на премьеру, вряд ли пойдут, на самом деле. Ну, кино нынче не дешевое. Ну, не знаю, 50 рублей сейчас ничего не стоит, по-моему, как бытность моей молодости, когда-то в Мурманске. Вот. Рано. Вот. И... Окей, хорошо. Кому еще? Можно, в принципе, показывать детям, которые, ну, лет 10-12, они будут, ну, как бы, плакать перед мамой. Помоги, помни. Жестоко, но правильно. Хорошо. Еще. Пожилые люди, которые чувствуют себя одинокими, а так они, по-моему, будут тигренку и будут чувствовать, что они прожили. Не зря. Жестоко, но неплохо. Так, ладно, еще? Ну, людям, которые подписаны на какие-то каналы, сейчас стали каналы появляться про всякие добрые подвиги и все такое. Угу. Сообщество для веганов ВКонтакте. Правильно, хорошо. Окей, сейчас приходится закругляться, потому что нас, видимо, выгоняют. Как мы будем это все через что? Через сообщество, понятно? Через это, через YouTube, понятно? Мерить, что будем? Количество денег. Так, количество денег, а еще что? Для каждого, если ты на YouTube просмотрит, какие-то, сколько там дальше истории закончены, досмотрят? Смотрите, тут еще в этой истории нужно и желательно мерить, собственно, вот этот вот элемент шаринга и решаринга всей этой истории. Типа, сколько вы вообще смогли людей в этой компании, в эту компанию вовлечь, сколько людей заинтересовалось, потому что чем больше заинтересуется, тем больше, скорее всего, в следующей маркетинговой компании потратить денег. Ну, это логичная история, то есть они уже заинтересованы, это вот, собственно, тут вступает в игру стори-теллинг, и на следующей рассказанной вами истории, скорее, наиболее вероятно, что они отреагируют. Это как бы как в конверсии, собственно, ее не было, вы привлекли, они посмотрели, что как, нормально все, все заботятся о котиках, там, песцах и прочем таком, и на следующий раз они тоже уже захотят позаботиться о них в том числе. В принципе, я думаю, что тогда тиндер обсудить не успеем, в принципе, я думаю, что понятно вам про маркетинг, как это примерно работает, на кого таргетируется, как считать. На этом мы все, вот, спасибо.